Всем привет, с вами Эмбро, продолжается наша компания за французское государство. Сейчас, чтобы величайшая война, самая крупномасштабная за всю историю человечества в данной истории завершилась, нам нужно захватить Америку. Благо, это у нас произойти должно быстро, потому что у нас здесь есть люди, коллаборационисты, которые поддерживают нас, находясь при этом в Америке. В связи с этим, процент капитуляции у Америки будет сниже, нам нужно просто меньше территории будет захватить, чтобы они сдались. Ну и все остальные территории здесь захватывать не нужно, потому что это мелочь, как бы главное здесь именно американцы. Итак, здесь я уже начал проходить, потихонечку авиацию тоже поставил, тут я хочу сделать котел. Оп, закрываем. Я думаю, то что можно взять да нажать уже автоплан. Погнали, вот так вот. Я бы даже, знаете, сделал бы его агрессивным. А ну поехали. Потому что у американцев здесь такое дело, ага, людских ресурсов нифига нет. Я думал, это проблема все-таки с снаряжением у них, но у них экономика очень хорошая, а призыв стоит у них тут, так, призыв у них стоит расширенный. Здесь нет добавок на экономику, с такой экономикой они могут содержать вот такую вот армию. Поэтому тут проблема только с людскими ресурсами. И, видимо, у них политической власти нет, чтобы просто взять да поменять закон о призыве. И все. Ладно, мы здесь просто сейчас атакуем. Авиация, превосходство, дает нам большое. Я думаю, то, что можно даже здесь атомные бомбы поиспользовать, если есть в этом какой-то смысл. Но вот здесь, вот здесь войско... А, это канадцы. Вот канадцев желательно жахнуть, потому что у них снаряжения и людских ресурсов хватает. Давайте вот сюда вот поударяем немного. И вот сюда. А сюда вот нельзя, потому что, ну, авиацию нужно бы переставлять. А я пока буду здесь удержать, это самый главный наш участок. Ну и двигаемся. Я буду сейчас атомки вот здесь вот запускать. А, вот запускал. Еще по авиации. А, они кинули сюда, так понимаю, еще больше истребителей, поэтому у нас не хватает процентов. У них даже, кстати, скорость здесь больше. У нас она меньше. Понятненько, ну ладно. Я думаю, знаете, что в таком случае можно делать? Брать нашу авиацию, да переставлять вот сюда вот. И оп-оп-оп, давай. Готово. Сейчас сюда вот еще атомки побросаю. И теперь я их вернул вот сюда вот. И заново здесь накопилось у нас превосходство. Можно покидать еще и вот сюда. Так, Нью-Йорк, кстати. Мы его уже... А, здесь я уже не могу. Нью-Йорк-то мы взяли, теперь Нью-Арк у нас на очереди. Котел получился. Мы его сейчас закроем туда сандалить. Бомбу не буду. Давайте вот так вот. И бахаем. Опа. Неплохо. Тут уже, видите, у них войска, считать, пустые. Мы тут проходим, а они исчезают. Просто берут и исчезают. Опа. Все. Проходим по пустым территориям. Авиацию нужно сейчас, конечно, будет подальше ставить. Здесь мы много еще разбомбили, поэтому авиабазы... Ну да, они не очень вместительны, на самом деле. Но переставить мы сейчас можем. Ну, частично получается переставить. Частично, правда, только. Ого, 5000. Оу. Шестерочка почти истребителей. Нет, уже почти 7000. 7000 истребителей, нифига себе. Не, я, конечно, видел и 10000, но тут, как бы, я думал, мы уже постирали много истребителей. Американцев. А, не, нифига. Да, тут вообще поломаны полностью. Смотрите. 234 самолета здесь. Итальянцев и немцев, наших союзников. А вместимость, правда, 0. Как они там находятся вообще? Ладно, Вашингтон мы сейчас возьмем. Давайте-ка, иди-ка лучше сюда вот. Со взятим столицы мне подскажи свой процент. 60. Уже 60 процентов. А тут, о, 24 дивизии уже отправляются в Сан-Франциско. Столица в Лос-Анджелес. Видите, не зря сюда кинул наши дивизии. Берем эти два города, и тут, в принципе, американцы уже должны будут продержаться совсем недолго. Тут, ну, тут, да, просто проходим. По дивизиям у них сейчас чуть меньше стало, конечно. Но тут суть в том, что они держат еще свои войска тут. А, пардон, уже не держат. Вывели войска отсюда. Мало за какие. А тут нету. А тут они держат воране. Плавают, смотрите. О, тут, наверное, идет бой, стрельба там. Хотя не, просто друг на друга смотрят. Слушайте, а мы, походу, без Калифорнии разберемся. 93 процента капитуляции. Мы успеем, интересно, сюда вообще выездку сделать? Ну, я хочу хотя бы Сан-Франциско взять. Давайте, быстрее. Все, Сан-Франциско, и этого хватает. 93 все еще держится. 100. Все. Эх, Лос-Анджелес не взяли. Ну, да ладно. Тоже неплохо. Американцы. Американцы все. И, в принципе, весь их альянс тоже все. Кстати, у нас 8300 ворскоры. А у итальянцев 1300. Надо было проценты посмотреть. Ну, тут, в принципе, и так пачкам, понятно. Какой пример на процент? И сейчас я здесь буду границы мира менять, и вы через секунду узнаете, что я здесь такое понаделал. Итак, смотрите. Мирная конференция здесь прошла. Дальше я начал править границы. Пришлось, конечно, это делать полностью руками, потому что моды по типу Тулпака и стоит Трансвер Тула не пахали. И поэтому очень круто мне здесь было. Но все получилось, в принципе, и я вам покажу, что в итоге здесь мы имеем. По границам, конечно, мне кажется, можно было сделать кое-что и получше. Но вот насчет Америки, ее разбивать возможности не было. На различные там территории, на Штаты, такого нет у нас здесь. Я решил хотя бы чуть-чуть, но отгрызть от нее, именно на континенте территорий. Островато я в любом случае забрал себе, все остальное тоже, а вот по территориям. Также насчет, кстати, Канады, я вот подумал, если мы выделим здесь Канаду в качестве марионетки, там будут у власти ультра-националисты. А ультра-националисты в Канаде это британцы, естественно. Это пробританские как бы люди. Придет там в власти, естественно, британец, а мы тут хотим как бы французов сделать доминирующей нацией. Мы же ведь тоже ультра-националисты и делают марионетку, ну вы поняли. В общем, забрал я эти территории целиком себе. Конечно, еще немного распахнулся на Аляску, но это так. Здесь также решил пойти на юг, отобрать у американцев Мичиган, ну Южная Антария, это вместе с Канадой, это к нам пришло, Нью-Йорк, а также еще Нью-Джерси, ну и Новую Англию, естественно. Вот границы неплохие получились, дальше лезть не стало, потому что там уже ужас в итоге выходит. Африку вместе с Италией поделил я вот так. Египет я отдал, также здесь отдал территорию Ближнего Востока. Тут Сомали полностью им тоже отошло, я думал, может быть, отдать еще чуть южнее территории, но оно в итоге бы не очень красиво смотрелось. Решил я остановиться на вот этом вот. Насчет Ливана, Ливан, он вообще-то был нашим, и как бы хочется его все оставить. Не знаю, стоит ли ей отдавать его. Было бы типа красиво, но все же хотя бы чуть-чуть здесь вот на Ближнем Востоке, думаю, нам стоит иметь. Здесь территории Аравии, естественно, можно было забрать вот эти вот, но я решил забрать только Аден, хотя, может, тоже маринетка А. Вроде бы я не мог, потому что именно уже здесь есть, только отдать ему ему территорию. Может, поэтому я не замаринетил здесь территорию. Арабский Эмират у нас здесь есть, причем один. Все, не объединенный, а он просто здесь один. Также еще Катарское Арабское Унитарное Государство. Бахрейн в составе Катары. Ну и при этом оно унитарное полностью, то есть власти никакой нет у Бахрейна. Диктаторское Королевство Кувейд, ох, как оно. Думал, может, Италию отдать, а потом подумал, диктаторское королевство, это же офигенно. Пусть будет. Нашей маринеткой здесь. Персидская империя, тоже наша маринетка. Исламская Республика Азербайджан. Да, он у нас здесь. А эта страна называется Закавказское Государство. Вот так вот, интересно, в итоге получается. Маринетка наша также Армянская Национальная Республика и еще Кавказское Государство Грузии. Россию я целиком замаринетил, но отдал при этом чуть-чуть Польше территорий. Белосток, вот. Ну и, в принципе, конечно, можно было еще отдать Буковину Румынии, но я что-то этого не сделал. Может, все-таки стоит. Дальше. Венгрия отдал Словакию. Тут была еще одна Венгрия, поэтому я ее отдал этой. Вся территория Италия. Она, конечно, очень плохо здесь их забирала, поэтому мне пришлось взять и ей передать здесь некоторые земли. В итоге вот так вот красиво получилось. Вот это мне, в принципе, нравится. Грецию я отдал территории Фракии и Константинополя. Они нам очень сильно помогли с Хромом. Спасибо вам за это большое. Я бы не проще, конечно, это оставить и у себя, потому что, ну, как бы, кое-какие, ну, претензии у нас на эти земли есть, и повод их держать тоже у себя есть. Ну, как бы, Греция, ну, должна владеть Константинополем, пускай. Тем более наша марионетка, так что контроль все же кое-какой у нас над этим всем имеется. Насчет Испании я ей отдал полностью оставшуюся территорию Португалии. Конечно, можно было сделать марионетку, но если ее и делать, то, как бы, нужно поступить таким образом, чтобы создать целиком Португалию. А раз мы уже половину отдали, то я же не заберу у нее ее. Ну, чтобы это было, как бы, адекватно. Дальше, здесь, смотрите, насчет Британии сделал я Британскую империю. Северная Англия, кстати, что-то у Шотландии не находится. Странно, я же ей отдавал, но ладно. В общем, Британская империя, Мосли здесь у власти, Великая империя. Насчет Индии. Я здесь решил пойти по пути британцев и захватить целиком здесь все. Ну, на Индии-Китая у нас были претензии, потому что он был нашей колонией. Здесь в Индии тоже были чуть-чуть наших колоний, но тут мы решили порасширяться неплохо. Еще вышел я даже в Систан. Я вот думаю, насчет Индии, ее шить можно сделать все-таки марионеткой, как колонию. Потому что, ну, держать ее целиком у себя, ну, такое. Во, пускай будет как-то вот так. Здесь у нас свободная Индия теперь есть. Ну, правда, свободная это как бы громко сказано, она ведь наша марионетка. Но здесь у себя оставил Мальдивы, Сейлон. Также в этой территории тоже решил оставить в своем составе. Конечно, можно было сделать там, например, наверное, какой-нибудь Вьетнам и отдать все ему это. Но хочется здесь больше иметь власти. Ну, Индия вот прям вот, чтобы Индия могла там сама управлять собой. Как-никак, это территории большие уже. Так, здесь у нас, я забрал еще Гонконг, все. В гляделки больше мы здесь не играем. Вот это Китайская империя. Да, кстати, насчет Китайской империи. Я сделал из нее марионетку. Но она была под властью Америки. И прощелкивая, я как бы выбрал ее тоже. Может было здесь покрасивее как-то сделать. Допустим, забрать эти территории вот эти себе. Но я бы так прощелкал, что уже потом поздно заметил то, что Китайская империя, это вот она. Находится на Тайване. Но у нее здесь есть порт Артур, сам Тайвань. И тут Гуанчжоуань, как-то так. Острова большинство я позабирал себе. Но некоторые острова все же сделал я вот как марионетки. Подбирал я у американцев их, потому что там нельзя было их захватить. Не было возможности, можно было сделать только сателлитом. Ну вот я, в принципе, и попрожимал это. Унитарная сторона государства туда-сюда. Также у нас здесь есть и Австралия наша марионетка. Ну, империя Аутера, естественно, тоже. И еще Тасмания целиком наша. Здесь территорию я забрал полностью себе. Попо Новой Гвинеи уже нету. И это все целиком наше. Насчет Германии здесь я все же решил тоже ее границы подправить. Отдал ей Меккленбург и еще Саксонию. Потому что эти страны, хоть я вот Саксонию, допустим, достроил полностью военными заводами, они дивизии новой не делали особо, потому что людских ресурсов нету. А вот отдать это Германии, она будет больше дивизий делать. Лучше станет промка. И, собственно, границы тоже будут более красивые. Толку от нее будет больше. Но она, опять же, не такая уж и сильная страна, чтобы как-то бояться. А вот насчет России, конечно, я же решил ее сделать марионеткой целиком. Это очень, конечно, рисковое такое решение, потому что... О, чувак из Гангира. Здравствуйте. Владислав Фролов. Так, значит, страна, конечно, здесь сильная. Промка тоже сильная. Это опасно, держать такую страну в виде марионетки. Но при этом, я думаю, это сможем мы осилить долгое время. Как-никак, мы здесь самая такая влиятельная, могущественная страна. Естественно, Италия тоже, ну, как бы, после нас. Но это еще не все. Сейчас я хочу к себе присоединить еще некоторые страны, допустим, Сиам. Также еще в Африке осталась Либерия у нас. Тут... Нет, в Африке уже, в принципе, все. А, вот тут, Йемен. Хочу тоже забрать Имамат Аман. Его тоже можно целиком себе отобрать. Насчет Средней Азии. Здесь я хочу создать единую страну, единую марионетку. Это тоже я сейчас проверну. Я, на самом деле, думал Китае то, что лучше оставить так. Зачем его трогать вообще? Он нам ничего не сделал. Но вот смотрю и понимаю то, что... Он сделал то, что мешает быть нам единственным альянсом вообще на всей карте. Когда мы захватим Союз Согласия, то тут, считайте, весь мир будет просто под нами. А я тут его границы равнял, отдал вот эти территории ему. И только думаю, блин, а че ж он вообще здесь, на этой карте находится? И при этом не является нашей марионеткой. Короче, Тургестанское ханство я здесь сделал. Дальше. В этой территории тоже забрал себе. Хотя было бы неплохо это итальянцам отдать, но это было бы сильно жирно для них. Тут территорию я решил, знаете, как поделить? Я отдал Северную Малайю Малайе. Получилось вот так вот. А также забрал себе Мандалай. Во, и теперь здесь вот такие вот красивые территории. Мне кажется, намного лучше, чем было. Я думаю, то, что уже надо нападать. Там претензии уже все. Поехали. Зовем союзников. Кстати, насчет союзников. Я так и погляжу, они сюда кинули столько дивизий. Это просто жесть. Я вроде как меньше даже кинул. Здесь 19 американских. Тут 90... Ух ты, как же она лагает. Тут 91 дивизия американская. И там еще на севере, сейчас вам покажу. Поглядите, сколько здесь дивизий Италии и Испании. Они нам так всю компанию не помогали, как сейчас решили помогать. Жесть. И войск сюда, кстати, я не очень-то и много подвел. Я не думал, что здесь у китайцев будет 300 с копейками дивизии. Примерно как у нас. Поэтому здесь союзники ночи нам нужны будут. А, это не американцы. Это... Оно просто под один флаг все засунуло. Тут тоже весь салат, но американцев тоже, в принципе, много. Здесь отдаем земли. Тут стоят наши союзники. Тут тоже, кстати, стоят. Автоплан я поражал. Ждем, пока сейчас все в войну вступят. И давайте будем атаковать. Это, конечно, будет не так плавно, как я думал. Скорее всего. Но, потому что дивизий у них реально много. Так, зовем Чехов, чего не вступили. Ну, тут мы в любом случае пройдем. Потому что, ну, вы сравните, какие китайцы, какие мы. Авиация здесь хорош... Как хорошо у вас? Что, тоже дофига самолетов? Нифига себе у вас самолетов. Они всю игру их копили. Так, ну сюда я там, конечно, не посбрасываю. Я даже не могу превосходство... О, 74. Дай чуть-чуть. Нужно сюда еще больше авиации кинуть. Это не дело. Ну, здесь мы в любом случае пройдемся. Меня интересует именно вот здесь вот Маньчжурия. Столица у них вообще в Пекине. Неплохо так отлетают. Уже дивки, я видел, исчезали здесь у них. Поэтому мы сейчас, когда дойдем сюда, вот примерно дойдем до Пекина, то дальше будет намного проще. Единственное, что, да, реально авиация мешает. Эй, у вас истребителей нету? А где мое превосходство? Эй, я хочу хотя бы еще немного атомок посбрасывать. Они не дают. Может, как-то на Пекин поставить, а? Подожди-ка, у меня стратегия. Вот они. Поставим-ка сюда вот. О, подожди. Давай-ка по Пекину бомбанем. Сюда, конечно, не достаю. Когда фронт подойдет, тогда я это сделаю. А сейчас их промку чуть-чуть так вот помучать. Думаю, смысл есть. Еще сюда вот можно. Сюда и сюда вот. Да, учитывая, какое здесь население, эти бомбардировки самые смертоносные из всех вообще, которые мы делали ранее. И, кстати, здесь мы территорию захватываем, как видите, для Китайской империи. Если бы мы ее не мариинетили, то мы бы захватывали территорию для себя вообще. А так, это все отойти может Китайской империи. Хотя, на мере, конференции, потом мы это все дело можем сто раз там поддавать, кому хотим. Хоть и себе забрать все территории. Но я хочу себе ручную Китайскую империю. Думаю, это будет круто. А тут можно сделать котел. Хотя, на самом деле, котлы здесь делать бессмысленно, потому что войска противника, они берут, да просто исчезают. Но если вижу, что делать котел можно, то его надо делать. Погнали вот сюда вот. По дивкам у них здесь их осталось, видите, где-то 230-240. Они просто берут, да исчезают. С котлом тем более. Пошли еще на Пекин. Сильно он разрушился. Но 4 из 5 инфраструктуры здесь уже уничтожены. Авиабазы тоже все уничтожены. Нормально. Пошли на столицу. Тут по проценту капитуляции у тебя сейчас 12, со столицы может быть 30 будет. Страна большая, нужно будет здесь пробежаться. Вот по потерям, кстати, у нас 300 тысяч, а у них 1 миллион 300. Сняли им мы 1 миллион. Испания 150 тысяч, Италия 100, Америка 9 тысяч, и Россия 400. Но России там дивизии уже мало очень осталось после ее капитуляции. Там штук 20, наверное, где-то у тебя сейчас. 17 вообще. Поглядите, какой у нас сейчас минус по ресурсам. Из-за того, что у нас куча военных заводов, соответственно, нам нужны ресурсы в куче. Посмотрите, сколько этих военных заводов по десятке стоят. Жесть. Ну и минус 2000 стали здесь. На самом деле, вот теперь вот можно экономику закрывать. Офигеть. Даже 800-ку почти полностью у нас выкупают. У нас сейчас фабрика, торговля, и мы получаем 165 штук. Жесть. Плюс 380. Вау. Но экономика все же закрыть нам следует. Посмотрите, сколько нефти закупают. А, ну тут чуть-чуть. Нафига закупают у нас здесь алюминия. Резины. Вольфрам, ну, стали. Это понятное дело. Хрома чуть-чуть еще берут. Но экономику давайте поставим на ограниченный экспорт. У нас было плюс 50% ресурсов на продажу. Тут вообще можно было плюс 80% поставить. Сейчас давайте плюс 25%. В половину мы сейчас продажи наш уменьшим. Это, конечно, не спасет нас от нехватки ресурсов. Но и от торговли мы сейчас будем получать намного меньше фабрик. Но оно уже как бы и не надо. Знаете, у нас уже экономика настолько развитая, что тут у нас уже перепроизводство стопроцентное идет. Опять восстание. В Европе там опять что-то случилось. Да это Германия, мне республика уже заколебала. Так, пошли разбираться. Можем сейчас просто минус этот убрать вот таким вот образом. Россия за 22 фабрики дает нам 1760 стали. 1760. Мне кажется, все же экономику стоило вообще полностью открыть. Потому что мне выгоднее закупать за единички фабрик эти ресурсы. Вау. А ну-ка вот так смотрите. Не, это очень... Вот французская Малай давайте. Вот так вот сделаем. Вот так вот. А все. Я сейчас ставлю, давайте, приоритет экспорт. Полностью все продаем. И этот минус просто по ресурсам я закрою. Закупкой ресурсов. По таким низким ценам, что капец. О, все плюс. Тысячу можно купить. Прикиньте, резины у Малайи. Тысячу. Мне как раз вот столько вот хватит. Примерно 300. Тысячу не надо. У России закупаем. И заодно инвестируем, понимаете, в наши маринетки. В наших союзников. Как бы это всем выгодно. Так, у Америки столько. И у России. Ой, теперь мы сохранили и фабрики. 230. Капец. Сохранили фабрики, получили ресурсы и получили еще инвестиции в другие страны. Так, с Германией мы там уже разобрались. Все, закончили. На, опять тебя давать эти земли надо. Забирай. Ох ты ж, нифига себе. А это что такое? Это кто-то здесь сделал высадку. И, кстати, они планируют делать еще высадки. Посмотрите, отсюда, сюда вот. Вау. Молодцы ты какие, а? О, вот тут еще высадка. Нифига себе. Они решили ускорить эту задачу по захвату Китая. Молодцы. Я решил просто взять, да, давить здесь. А это очень выгодно делать вот эти вот высадки. Потому что быстрее разберемся и меньше потерь будет. Тут еще, кстати, тоже высадки. Ну пусть они занимаются, а я буду по старинке с севера идти. О, так это дело надо закрыть уже до конца. Ну и получилось оно все примерно как-то вот так. Здесь я отдал России часть Маньчжурии. Тут туркестанскому ханству отдал запад Китая. Цибет отдал я Индию. Также Непал еще и Бутан. Ей тоже приписал. Здесь по нашим территориям в Индокитае я решил забрать юнаньские земли. Также еще дали. Но и все-таки мне здесь очень земли сильно понравились Гуанчжоу, которые... Это дает нам выход, конечно, к Макао. Хотелось бы получить, конечно, выход к еще и Гонконгу. Но здесь нужно Гуандун забирать, а это не очень красиво было бы. Вот так оно, в принципе, нормально. Китай, главное, рад. Мы вернули ему как бы страну, так сказать. И мы рады, потому что получили территории. И все из них, конечно, тоже. Здесь, в Европе, я все-таки решил забрать себе еще и Эссен. Он был раньше у Ольденбурга, вот этого. С ним, когда мы присоединили себе еще и Нидерланды, тут территории нормально смотрятся. Так что можно себе это позволить. В Африке я Джибути решил отдать все-таки Италии, а также еще и Ливан. Но вот эти территории в Аравии, пускай будут нашими. Думаю, отдавать Италию тоже будет лишнее. А вот это, конечно, жалко Джибути, потому что тут как бы контроль над проходом. Но уже односторонний все-таки у нас в любом случае есть. А это нормально. Ну и Ливан, так что гармоничный Ближний Восток у Италии смотрелся, пускай. У нас тут есть выход к марионеткам, поэтому контроль и именно наш здесь имеется. Просто Италия же не наша марионетка и как бы хочется иметь прямой контроль как бы. Хотя бы через марионеток. Ну и в целом здесь мы, можно сказать, подчинили себе весь мир. Монголия, тут Филиппины, Сауз-Карави, Южную Америку она обычно всегда остается. Напоследок, это все дело либо взять в Альянс себе, либо присоединить. И весь мир, можно сказать, взят да захвачен. Я думаю, на этом стоит завершить нашу кампанию. Мод реально очень интересный. Тем более, если его дальше будут прорабатывать и не замораживать его разработку, то думаю, все будет очень круто и мы не раз к нему вернемся. Обновы, кстати, там уже выходят. И поэтому мы в ближайшее время, думаю, все-таки соберемся и довернемся. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, скучайте моды на русском языке, наши группы ВКонтакте. Пишите там вопросы на стене или просто делитесь интересными моментами. Также ставьте колокольчик, включайте все выдумления, чтобы не пропускать новые видео. Оформляйте спонсорку, чтобы получать крутые бонусы. А также играйте в мультиментарные партии. Просто общайтесь на наших серверах в Дискорде, по ссылке в описании. Ну что же, с вами был Эмбр, спасибо большое за просмотр. До встречи.